Обсудим. Так, начнем с самого первого. Ну, здесь больше по поводу функции tilt. Нужно ли инициализации tilt качать, отклонять виху от вертикали? Что значит натуральное движение, если просто идти по полю свихой на плече, достаточно ли это для поддержания инициализации? Да, совершенно верно. Этого достаточно для поддержания инициализации. То есть, как раз в этом и суть вот этого нового способа съемки, который позволяет увеличить скорость работы. Совершенно новый способ. То есть, приемник свихой можно положить, грубо говоря, вот так себе на плечо и просто концом вешки, ну, как бы, конец вешки ставить на те объекты, которые мы хотим определить. Нажимаем кнопку измерить, записать. Это все за секунды происходит. То есть, инициализация поддерживается автоматически в движении. Плюс мы можем остановиться и постоять до 30 секунд на одном месте, а инициализация будет оставаться, работать. Сергей, отключи... Да. Отключи сам трансляцию рабочего стола. Она нам пока не нужна. Вот пусть так будет тогда. Так, я надеюсь, ответил, да, на вопрос? Да, на вопрос... Просто идти по полю как раз можно и свихой на плече, совершенно верно. Ну, я добавлю, что там, как бы, надо, наверное, немножко обучиться этому хождению. Потому что из личного опыта у меня что-то тилт этот куда-то девался постоянно. Он может деваться, когда вы стоите на одном месте. Да, я двигал не больше 30 секунд, я стоял, я двигал, она мне то отключила, то включила. Еще почему она может отключаться? Потому что вы можете терять РТК-связь. Вот в этом случае она тоже может потеряться. Потому что она работает при РТК-решении до 10 сантиметров, скажем, до 15 сантиметров при фиксированном решении. РТК не терялась. Ну, ладно, это может там какие-то аномалии были. Так, следующий вопрос. Можно ли смарт-антенны Лейка? Вопрос от Дятченко Юрия Сергеевича. Можно ли смарт-антенны Лейка подключить к контроллеру стороннего производителя? На Android, Windows и еще был вопрос. Ну, на него Илья вроде ответил. Давай по этому вопросу. Для того, чтобы подключиться к приемнику Лейка, вам нужно приобрести специальный, ну, другим контроллером, не Лейковским, да. Любым Лейковским контроллером мы можем подключиться к JS16, к JS18, к любым контроллерам серии Captivate. Если мы хотим использовать какой-то другой сторонний контроллер, необходимо приобрести специальную опцию, которая позволит подключаться к сторонними контроллерами. То есть, если вам интересно, можно контактами обменяться. Я вам об этой опции поподробнее расскажу. Ага. Так, следующий вопрос от Александра Гео. Можно ли модернизировать до радио потом приемник, если сначала купить только GSM? Нет, такой возможности нет, потому что, в принципе, корпусы вот у приемников, они внешне похожи, да, но там совершенно разные разъемы. То есть, у приемника GSM там всего один разъем под GSM-антенну, у приемника GSM-радио у него два разъема, там и GSM, и радио. И модернизация невозможна ни в сервисном центре, ни как-то кустарным способом невозможна модернизация. То есть, активировать нельзя, да? Нет такого, что стоит радиомодем заранее, а потом активируешь функцию. Такого нет, да? Нет. Вы можете купить либо приемник только GSM, либо приемник GSM-радио. Поэтому я советую заранее об этом думать, о том, что радио в любом случае рано или поздно пригодится. Ну, там разница, разница там, по-моему, ну, да, в процентах несущественная. 1,6-1,4, да, там разница будет не сильно большая. По стоимости, в принципе, да, если есть вопросы, наверняка, может быть, по стоимости там спрашивали, сразу отвечу. Вот если говорить о комплекте GSM-радио, то есть такой полноценный комплект, база, ровер, комплект G16-ых приемников стоит, в зависимости там от опции, где-то 2 миллиона 400, 2 миллиона 500, полный комплект со штативом, с вихой, с аккумуляторами, с зарядными устройствами и так далее. А такой же комплект GSM-радио, GSM-16 на базе, GSM-18 на ровере будет стоить порядка 2 миллиона 700. То есть, ну, опять-таки, немножко не сильно дороже, если сравнивать 2,16 и 16 и 18. А просто 18 есть цена? То есть, вот я знаю, 1,4, по-моему, полный GSM-16, а сколько 1,18, полный комплект? 1,18 полный комплект, роверный GSM-радио с пылевым контроллером Captivate CS20 со встроенной DIST-ой, да, с рулеткой. Потому что есть еще разные типы контроллеров. Не, ну вот аналог тому, что есть у вас на сайте 1,4 GSM-16, а вот какой-то... Где-то миллион 700, миллион 800, в зависимости от опций. А, то есть, не 1,6, как я надеялся, а 1,7, 1,8. Саш, еще раз повторю, что комплекты есть разные, есть три типа контроллеров. Есть контроллеры, которые без встроенной рулетки, без встроенного 3G-модема, а есть контроллеры со всем этим делом. Я говорю, самый такой дорогой вариант со встроенной рулеткой DIST-а, это вот миллион 700, миллион 800. Это комплект GSM-радио, полный. Хорошо, понятно. Так, от Юрия Сергеевича еще вопрос. А, ну вот, да, как раз. Ладно, ты тоже ответь. Можно ли контроллер-рулейка подсоединить антенну от стороннего производителя? Топкон, Javad? В контроллерах SmartWorks серии Vivo, CS10, CS15 такая возможность есть. Там можно выбирать сторонние и тахиометры, и GPS-приемник, там такая возможность есть. И в Captivate... В этих Captivate нет, да? Captivate мне нужно уточнить. Если это реально интересно, желательно, чтобы вот, я, к сожалению, прослушал, кто задал вопрос. Вы можете просто... Дядя Чинг Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, вы можете набрать 8800 бесплатный номер техподдержки, наши инженеры вам подскажут вот эти вот как раз моменты по подключению к сторонним производителям. На сайте geosystems.ru можно найти там вверху бесплатный номер 8800, и вам ответят инженеры более подробно, более детально. Я сейчас не готов. Так, от Александра Гео вопрос. Как я понимаю, инерциальный датчик все же частично механический. Данная система совсем не калибруется и не обслуживается? Может, все-таки надо проводить периодическую поверку? Все же тряска при перевозке, ну и вообще? Нет, калибровка никакая не требуется, поверки также не требуются, и точность, которую выдает это устройство, мы видим на экране. То есть при съемке каждой точки мы можем видеть вот эту самую точность, общую точность. Мы можем видеть и общую точность, и конкретно точность вот этого самого устройства. Плюс вся эта точность пишется в данных, которые мы записываем. Их можно просмотреть потом в офисном ПО, можно посмотреть, проанализировать, можно в контроллере посмотреть. Но поверки никакие не требуются для него, для этого устройства. Относительно нового дальнего радио, тоже Александр Гео, у других приборов новых GS-16, например, радиомодем такой же? Ведь использовать на базе GS-18 смысла нет. Ну, я знаю ответ. Я вроде бы уже говорил об этом в презентации, что GS-16 и GS-18, в них используются идентичные радиомодемы. То есть это радиомодемы как раз нового поколения, с новыми протоколами, которые позволяют за счет увеличенной чувствительности на прием на большем расстоянии работать. То есть вот, ну там 10, в хороших условиях, 10-15 километров в плохих, в очень плохих. Это вот до 4 километров в залесенной местности. Далее вопрос тоже от Юрия Сергеевича. Можно ли смарт-антенну настроить без контроллера? Ну, или вообще какие-то хотя бы режимы? Приемники GS-14, GS-16, GS-18. Можно настроить на запись статических измерений без контроллера. Режим реального времени, когда мы работаем в режиме RTK, но он подразумевает то, что мы вводим высоту вешки, вводим какое-то описание точек, поэтому там нужен контроллер все-таки, для того, чтобы работать в режиме реального времени. В статике можно работать без контроллера. Есть ли отзывы специалистов? От Ященко Андрея вопрос. Есть ли отзывы специалистов при работе с GS-18-T вблизи и под магистралями LAP-500, 330, 220? Не было ли снижения точности и срывы приемок поправок? Вот хороший вопрос. Таких отзывов нет по той простой причине, что в настоящий момент приемники в России еще не продавались. Вопрос хороший. Я обязательно сам проверю и, может быть, видео запишем, как работает как раз эта инерциальная система вблизи LAP, вблизи трансформаторных подстанций. Ну, разные LAP-ы посмотрим тоже, да, в максимальной мощности. Посмотрим, протестируем. Но по заявлению производителя, никакие магнитные аномалии, еще что-то такое магнитное влияние никак абсолютно не влияет на инерциальную систему. Как раз в этом ее отличие от всех остальных технологий, которые на магнитометре основаны. Это нужно будет обязательно проверить. Вопрос очень хороший. Мы в ближайшее время это прям выясним в России, протестируем, запишем видео, выложим на наш YouTube-канал и обсудим, надеюсь. Ну, у меня было желание сравнить, но так времени не хватило и батарейка садилась. Сравнить с вот этими недоприемниками, показанными там тенью, темной. Но мы в очертаниях приемников узнаем, конечно, о чем речь. Вот, с магнитометрами, то есть сравнить около металлических каких-то строений, там, под лэпами. Ну, насколько это, так скажем... Наверняка, было бы пользователям тоже посмотреть. Что работает, что не работает. Вы можете на YouTube, кому интересно, можете на YouTube найти ролики, я находил, в которых вот показаны вот эти вот проблемы при приближении к металлическим объектам, насколько вот эти компасы начинают плохо работать. Не, ну, я видел, но это как бы не рекламные ролики или... Это не рекламные, не рекламные, это обычные пользователи вот снимают, сейчас еще западные там коллеги снимают, к заборам там вот. Я находил, и я поэтому так и говорю, что когда готовился к презентации, я эту информацию... Хорошо. От Александра Гео вопрос. Какие режимы домера с дальномером есть? Только засечка на две точки, две линии или что-то еще? Там много режимов, штук 5-6, наверное. Я все их не помню. Я лично сам всегда использовал именно вот этот режим засечки с двух точек, с двух известных координат, линейная засечка. Он самый удобный, на мой взгляд. Там также есть домер с одной точки и по углу, но тут надо каким-то образом угол определять, не совсем понятно. Еще там много вариантов, сейчас, к сожалению, не готов ответить по каждому из них. Но основной вариант, который реально используется, это именно вот, как я показал в презентации, с двух точек линейной засечки. Хорошо. Коллеги, вопросы в общем чате мы видим. Сейчас тут несколько вопросов во вкладке «Вопросы» остались, а потом перейдем к общему чату. Следующий вопрос от Жданова Алексея. Используется ли функция Tilt при работе с дальномером? Еще раз. Используется ли функция Tilt при работе с дальномером? Да, используется. Она используется во всех приложениях, которые доступны на полевом контроле. В том числе и в приложении «Съемка недоступной точки» при помощи этих домеров. Илья Корнишов. Ну, персональный вопрос. Сереж, чего приемник такой большой? Илья, приемник на самом деле не такой большой, как кажется на фотографиях и на слайдах. Мне тоже, когда я сначала увидел вот эти фотографии, которые были, мне тоже он показался большим. На самом деле он вполне компактный. Очень даже компактный. На фотографиях он выглядит больше, чем в жизни. На фотографиях он выглядит больше, чем GS-16, но в принципе они примерно одинаковые по объему. Он чуть поменьше, но потолще. Илья, отвечая на твой вопрос, это просто искажение фотографии. Фотографии искажаются. Илья, там просто инерциальная система внизу. Поэтому он такой. А, кстати, забыл еще сказать, что у этого приемника GS-18T, в отличие от GS-16, у него с полевыми контроллерами взаимозаменяемые аккумуляторы. То есть в нем аккумулятор повышенной емкости, точно такой же, как в полевом контроллере CS-20. То есть можно вот их взаимозаменяемые аккумуляторы. Тоже один из плюсов. А, и приемник не такой большой, он помещается в весь комплект ровера. Кстати, он помещается в один маленький красный кейс, который размером с небольшой ноутбук. То есть, ну вот, довольно компактный. Ну да, кейс там вообще маленький, это точно. Так, еще вопрос от Жданова Алексея. И все-таки, как производится инициализация тилта? Тут у меня проблемы, говорят, были. Инициализация... Погоди, еще не до вопрос. Может быть проблема в том и была, что не было активного движения. Ну вот то, про что я рассказывал. При сохранении контакта на конечнике с точкой на земле. Смотрите еще раз, как происходит инициализация инерциальной системы. Она происходит, во-первых, при РТК-решении. То есть, когда в приемник поступает РТК-поправка от базовой станции, от сети базовых станций, от чего угодно. То есть, в режиме реального времени. Либо от смартлинка. И в движении. То есть, для того, чтобы она начала работать, вот ты приемник включил, надо сделать хотя бы шаг один. Все, она уже готова к работе. То есть, сразу она инициализируется. Вот, за один метр пройти. Она будет инициализирована и можно начинать работать. То есть, там вот эти вращения с магнитометром. Там необходимо в разных плоскостях вращать приемники, чтобы инициализировать эту систему. Там ничего такого не требуется. То есть, инициализация автоматически происходит при первом же движении. Александр Гео, конкуренты еще не судились по поводу названия «самый быстрый»? Нет. Вы можете стать первым. Уровень на экране контроллера отображается. Например, я не использую компенсацию, а смотрю на пузырек. Можно ли смотреть не на веху, а на показания уровня на экране? А, понятно. Ну, без компенсации, если. Если вы отключили компенсацию, тогда вы не будете видеть как раз этот уровень, ну, угол наклона и значение направления наклона. Он ее будет показывать только при включенной инерциальной системе. Не, ну, имейте в виду электронный уровень, чтобы пузырек был на экране. Именно пузырька на экране такого функционала в настоящей, в текущей версии прошивки нет. Возможно, в дальнейшем появится, если это будет необходимо при работе. В работе просто я не совсем понимаю, зачем это может быть нужно. Ну, посмотрим. Если это реально будет нужно, и реально это будет интересная, необходимая в работе особенность, можно будет это теоретически добавить. Также от Александра Гео вопрос. Корпус грибообразной формы нравится? Это конструктивная необходимость, чтобы влезали все компоненты? Или это защита от ударов дополнительная? Корпус у него алюминиевый, да, грибообразной формы. Там внутри этого корпуса находятся и GSM-модемы, и радиомодемы, инерциальная система, и увеличенная батарейка. И за счет этого вот он такой, как бы, ну, именно, да, как вы сказали, грибообразной формы. За счет того, что в нем начинки много. Никулин, Антон, задает вопрос. Необходимо делать поверки приемника Leica GS18T? Поверки ежегодные вы имеете в виду? Поверки, да. Да, наверное, вот Антон спрашивает. Может, не калибровку и поверку нельзя? Нет, тут никаких отличий от любых других приемников нет. То есть, поверки делаются, конечно. Ну, Антон, может быть, хотел подвести нас к мысли, что не надо калибровку делать? Калибровку, еще раз повторю, это калибровка, ну, то, что не нужно делать калибровку, имеется в виду, что не нужно специально калибровать инерциальную систему для того, чтобы она начала работать. Только в этом смысле имеется в виду, калибровку не нужно делать. Калибровку, там, трансформацию по пунктам, это вот необходимо, ну, для работы в местной системе координации. Не, ну, имеется в виду инерциальной системы, да. Да. Александр Геус задает вопрос. При выносе с учетом наклона можно использовать веху нестандартного размера? Есть возможность прописать другую высоту или все рассчитано примерно на 1,8 метра? Нет, конечно. Мы в полевом ПО вводим ту высоту вехи, какая физически есть. Реально там 2 метра, 5 метров, 1,8 метра. Ну я вводил 2 метра, например. Да, любая высота вешки возможна. Любую веху можно использовать, конечно. Так, Юрий Сергеевич хочет обменяться контактами. Да, коллеги, кстати, если кому-то интересно непосредственно этот приемник в руках подержать, непосредственно поработать, потестировать, может быть сравнить с вашим имеющимся оборудованием, я также вас прошу свои контакты оставлять. Я не знаю, либо в чате, как нам, Александр, лучше в чате, да? И потом я у Александра эту информацию запрошу, и мы с вами свяжемся и договоримся о непосредственной демонстрации в вашем регионе, у вас там на объекте. Ну я так понял, Юрий Сергеевич хочет тест-драйв, вот он дальше спрашивает. Поэтому контакт мы дадим. Все, да, обязательно мы с вами свяжемся в ближайшее время и договоримся. Так, следующий вопрос тоже от Юрия Сергеевича. Он хочет, наверное, складной нож Leica Geo System. А в программе постобработки можно ввести сторонние антенны? Сторонние антенны? Да, конечно, можно в программе Leica Geo Office, либо в программе Leica Infinity, возможно, использование любых сторонних антенн. Для того, чтобы узнать, как это делать, я вам советую с технической поддержкой связаться по номеру 8800 на нашем сайте. Они вам подробно расскажут, как выбрать стороннюю антенну. Это очень просто. Есть ли веб-интерфейс для настройки без контроллера на ПК? Веб-интерфейс, конечно, есть в приемниках GS14, GS15, GS16, GS18 в том числе. У них есть у всех этих приемников веб-интерфейс для подключения к любому компьютеру по Wi-Fi, мы можем подключиться по Bluetooth. И сделать настройки статики, угол отсечки поставить, выбрать спутниковые системы. То есть это все возможно, это все есть. Можно ли подключить отдельно подписку RTK Assist? Вопрос от Ильи Корнишова. Илья, что ты подразумеваешь под подпиской RTK Assist? Ну, RTK Assist есть. А что? То есть, что это? Ну, SmartLink Fill или как там он называется. Да, у нас есть два типа подписки на SmartLink. Есть урезанная версия, более простая, которая позволяет как раз только восполнять потери в RTK. Она называется SmartLink Fill подписка. Она там в два раза дешевле, чем полноценный SmartLink. И позволяет до 10 минут, не дольше, восполнять потери в RTK. То есть абсолютно автономно, без базовой станции работать по этой подписке невозможно. Такая подписка есть. Но более полная, полноценная подписка. Она называется Leica SmartLink. Кстати, Илья, RTK Assist платный. Это вопрос Илье был. И почем? Так, от Юрия Сергеевича вопрос. Есть ли горячая замена батареи? Ну, про эти амперы, час, я думаю, мы... Горячая замена батареи нет, потому что у этого приемника всего один аккумуляторный отсек, в который вставляется один аккумулятор. Поэтому, если его нужно заменить, то приемник придется выключать. То есть, адируем. От Александра Гео вопрос. Leica не предусматривает какие-нибудь более компактные контроллеры? Или широкий функционал софта рассчитан именно на большие экраны? Да, почему такие большие контроллеры у Leica? Просто, когда были маленькие контроллеры, все спрашивали, почему такие маленькие контроллеры. Ну, не все, а многие спрашивали. Были маленькие? Ну, вот контроллер CS10, например, он довольно компактный. И мне лично некоторые, особенно в возрасте люди, говорили, что контроллеры маленькие, маленькие кнопочки, маленькие экраны, ничего не видно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас гораздо больше стал экран, гораздо больше стали клавиши. Процессор стал гораздо мощнее. То есть, гораздо больше данных можно обрабатывать и подгружать более сложные DXF-подложки. 3D-модели можно подгружать также там, цифровые модели рельефа. Ну, то есть, до сих пор еще выпускаются контроллеры CS10, CS15. Они доступны, они гораздо меньшего размера. Но эти контроллеры можно использовать только с приемниками GS08+, это маленький, легкий, компактный ровер, либо GS14, GS15, GS10. В GS18, еще раз повторю, используются как раз уже такие более, да, как вы сказали, громоздкие контроллеры CS20, либо CS35, это полевой планшет. Так, вот Алексей Жданов по поводу тест-драйва оставил контакт свой. Хорошо, отлично, Алексей, мы с вами созвонимся. Юрий Сергеевич у нас в Казахстане находится и просит тест-драйв в Казахстане. Ну, здесь коллеги, по-моему, из Казахстана были, Александр. Поэтому, я думаю, они же тоже могут проделаться. В Казахстане есть также представительство Leica Geosystems, если вы к ним обратитесь, я уверен, что они вам помогут. Если нет, ну, обращайтесь как-то к нам, через нас попробуем это все организовать, конечно, без проблем. А, вот у Юрия Сергеевича вопрос по поводу батареи. То есть, надо ли заново настраивать приемник или контроллер после замены батареи на GS18? То есть, сел батарею, он заменил, заново ли проходит настройка? Нет. Настраивать приемник? Нет, 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 потому что все настройки делаются не в приемнике, а в полевом контроллере. И даже если мы в полевом контроллере меняем батарейку, настройки никуда не пропадают, они остаются. Ну, то есть, там есть батарея памяти своя, да? Да, если приемник, в нем села батарейка, мы просто меняем батарейку, вставляем новую, включаем приемник, он продолжает работать как работа. С теми же настройками, что были в крайний раз. Юрий Сергеевич опять спрашивает. ВИХА в комплекте с ровером GS18, телескопическое или? Я думаю, в комплекте с ровером GS18 вихи нету. В том смысле, что какую купите, такая и будет. Ну, вихи доступны разные. Вы можете использовать любую ВИХу, телескопическую, какую угодно. Ну, да, если вы у нас покупаете, то я бы вам рекомендовал именно, конечно, телескопическую ВИХу. Коллеги, у кого еще вопросы? Можно менять там аксессуары, какие угодно, поэтому это не проблема. Ну, это мы знаем, да. Коллеги, у кого вопросы остались? Или, может, кто-то хочет подключиться, рассказать или поделиться мнением, задать вопрос? Показать свой приемник? Тут вопросы были, а что вот большой? Контроллер большой? Так, у кого еще вопросы остались, коллеги? Так, ну, если вопросов нет, мы с Сергеем сейчас посовещаемся и объявим победителя нашего небольшого конкурса на самое активное участие. Так, вот от Виктора Семеновича вопрос. Сергей, вы планируете делать какой-нибудь семинар в ближайшее время, на который можно приехать и нормально пообщаться? В каком регионе вы находитесь? Не могли бы уточнить? Он приехать хочет. А, в Москву, да? На самом деле, если вы хотите приехать, для этого не обязательно... Виктор Семенович в Москве находится, поэтому я думаю, вы можете состыковаться. Подъехать, да, созвониться можем с вами, у меня добавочный номер 124, это вот вы можете на сайте навгеоком, гексагон, да, найти номер наш, позвонить по добавочному 124, и мы с вами обсудим, не обязательно семинар проводить, чтобы нам с вами, ну, если вам интересно посмотреть GS18, подъехать, задать любые вопросы, либо по телефону, либо лично, всегда, пожалуйста, ждем в гости. Кстати, в конце января наш офис переезжает в Отрадное, до конца января мы можем встретиться здесь, на Алексеевской, а потом уже в Отрадном. Увидимся. Так, ну, по поводу тогда объема результатов, GS08+, очень интересно сравнить, а, сравнить хочет Виктор Семенович, GS08+. Еще от Андрея Ященко вопрос. На какое время работы хватает комплекта батарей? Ну, наверное... В режиме ровера заявлено время работы 6 часов на прием РТК-поправок, 6 часов. Время работы комплекта. Ну, мне вот показалось, ну, может быть, я много в контроллере ковырялся, но мне показалось, контроллер садится быстрее, чем этот сам приемник. И, как бы, хотелось бы, чтобы батарея все-таки часов на 10 хватало. Вот. Тем более, если она одна, не знаю, мне как-то было грустно, что... Мне, правда, 50% от нее досталось, но мне было грустно, что ее мало. И контроллер ест заряд довольно быстро. Тут влияет еще то, как мы используем контроллер. Дело в том, что в твоем случае, Александр, там в контроллере была сим-карта, и использовался встроенный GSM-модем этого контроллера на прием РТК-поправок. Там 5 часов, по-моему, да, идет? Или это по радио 5 часов? Ну, в принципе, у комплекта можно говорить о том, что на 6 часов работы в режиме реального времени его в нормальных условиях должно хватать. Александр, по поводу вопросов, давай, вот мне лично очень понравился вопрос про работу под высоковольтными, вот, под лэпками. Самый первый вопрос, который задали. Потому что вопрос реально... Сергей, давай мы сделаем самому активному участнику. Тем более, коллега, который задал вопрос про лэпками, я думаю, у него этих ножей... Так. Мы же не за интересный вопрос, а за активное участие. Ну, вообще, да, было объявлено, что за самое активное участие. Хорошо, давай тогда посчитаем, просто математически, кто больше всего задавался. Я предлагаю Юрию Сергеевичу, так сказать, отдать победу в этом вопросе. Хорошо, Юрий Сергеевич, тогда, если можно, оставьте свои контакты, мы с вами свяжемся и вам вышлем... Надеюсь, Андрей на меня не обидится за это мое волевое решение. Вот, тем более я хочу немножко разорить Geosystem Rus, чтобы они отсылали свой нож в Казахстан. Ну, или их представительство в Казахстане как раз привезет показать и приемник, и ножичка. Все, без проблем. Значит, победитель найден. Будет награжден в ближайшее время сувенирным ножом. Ну, по поводу батарейки тут еще что-то было. А, Александр Гео сказал, что яркость экрана у меня на максимуме была. Ну, Юрий Сергеевич, я с вами свяжусь и вы мне напишите адрес. По поводу батарейки. Александр, я что сказать хочу. Возможно, то есть, бывают такие, такое оборудование, где там надо экономить что-то. Ну, вот, полевику, то есть, он включил, то есть, для того, чтобы получить максимум возможностей, получить всего лишь 6 часов работы, полевик должен убавить свой контроллер на минимум, отключить там все, да. Ну, работать же надо целый рабочий день. Поэтому я за большие и мощные батарейки. Вот чем, так сказать, я на правах рекламы, не рекламы, я про Эмлиц скажу, там 30 часов. Ну, не 30, конечно, это тоже художественный свист. Но я не замечал, как садится батарея. Понятно, что там функции другие, все такое. Ну, как бы, я не знаю, что там внутри приемника, но две батарейки было бы намного лучше. Каждая по 6 или 5 часов, это было бы вообще замечательно. Тогда приемник был бы более громоздкий и более тяжелый. Согласен, но приемником же работать надо. Или тот же контроллер. Мне кажется, на контроллере за 5 часов сядет эта батарея. Чего ж я теперь должен вообще убавить эту яркость? Давай я попробую ответить. Если мы работаем на базовой станции, используем приемник, то к нему, конечно же, можно подключать любое внешнее питание. Это может быть внешняя большая батарейка 20 Ач, которую хватит там на двое суток. Стандартная штатная лейковская батарейка внешняя. На ней уровень заряда показывается. Хороший такой аксессуар, полезный для работы в режиме реального времени. Если мы работаем на ровере, ну, никто не отменял. Всегда можно купить не одну, а две батарейки и заменить батарейку в процессе работы. Это, мне кажется, небольшая проблема. Кроме того, есть аксессуары, которые позволяют, например, заряжать эти батарейки и от прикуривателя автомобильного. Всегда можно и в полях это зарядить. Ну, в крайнем случае. Андрей, по поводу купить вторую батарею и положить в карман, это не проблема, в принципе. Также не проблема и там по... Ну, то есть, просто что-то мы выделяем как плюсы, а что-то мы говорим, что это... Да ничего страшного, можно вторую батарею купить в карман, положить и работать как-нибудь. Я к тому, что хорошо было бы... Я не говорю, что это прям ужасное что-то. Я говорю, что хорошо было бы для полевика иметь... У нас четыре батарейки. Не проблема. Можно десять приемников купить и ходить так же с ними. Так, корпус здоровый. Да, да, да. Александр Гео, я согласен. Можно было бы две батарейки засунуть. Андрей, я просто поработал с контроллером и как бы... Он, на мой взгляд, довольно быстро садился. Может быть, я там яркость включил, еще что-то. Вот. Ну, это так, мнение. Юрий Сергеевич, да, у меня есть ваши контакты. Я как бы увижу все и свяжусь с вами. Адрес вы пришлете. Я передам адрес Сергею. У меня просто совесть мучает, что я Андрея лишил ножа. Так. А мы... Ну, допускай Андрей тоже оставит свой контакт. И мы ему тоже какой-нибудь приз... Вот я тоже подумал, да. За то, что вопрос реально был интересный. Мне он лично понравился. И идея действительно хорошая. Ну, просто проверить, посмотреть. Поэтому, Андрей, я прошу вас также оставить контакт. Если возможно, Александру. Мы вам тоже что-нибудь приятное пришлем. Отлично. 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 Отлично.